Добрый вечер! Добрый вечер! Вы уже который раз у нас в Красноярске? Раз 20-й. А фестивалю сколько лет? 29. 29, на год старше нашей телекомпании. Мы в этом году 28 лет отмечаем. Скажите, пожалуйста, вот название фестиваля «Сталкер». Вот спустя столько лет не появилось ощущение, что название как-то утратило свою актуальность? Или это уже классика на все времена? Почему? Ну, может быть, что-то более актуальное появилось. Киндзадзадзад, например, нет? Нет, когда фестиваль появился, был 95-й год, в стране началась такая реформа уголовного права. И мы взяли название из произведения братьев Стругацких «Пятник на обочине». Там у них есть объяснение, кто такой «Сталкер». Это человек, ведущий в зону, в зону прекрасного, светлого, в место, где решаются проблемы людей. И тогда мы взяли за эпиграф и за название фестиваля персонаж этого «Сталкера», который им прирос. Когда мы начинали фестиваль, мы думали, что у нас будет год-два и больше проводить не будем фестиваль. Но в стране возникли события, началась Первая, Вторая Чеченская война, в стране появились беженцы, в стране появились беспризорные дети и так далее, и так далее. И таким образом фестиваль живет уже много лет, потому что темы не исчерпал себя, и каждый раз появляются новые темы. Жизнь меняется, появились проблемы гендерного равенства, появились проблемы женщин, мужчин. И поэтому мы все время растем, меняемся. О правах человека фестиваль. И значит ли это, что вы будете показывать, что называется, запрещенку? Нет, нет, нет. Почему запрещенку? Наши режиссеры снимают много фильмов о правах человека. И все фильмы, которые мы показываем, вот Доме кино с Красноярским будут, это все фильмы, получившие официальное разрешение от Министерства культуры, так называемые прокатные удостоверения. И фильмы будут показаны с большим удовольствием, но, к сожалению, эти фильмы нигде никто больше не увидит, как на фестивале, потому что не существует сейчас прокат российских фильмов, потому что это очень дорогое удовольствие. И телеканалы, и кинотеатры не берут эти фильмы, поэтому фестиваль дает возможность режиссерам ближе подойти к зрителям, для кого они делают наши свои фильмы. То есть это дорогое удовольствие для красноярца будет совершенно бесплатно. Любой желающий может посетить. Да, даже много лет бесплатно в Доме кино могут приходить благодаря нашему партнеру фонду Михаила Прохорова. Мы уже можем приезжать несколько лет, и прекрасный у вас Дом кино здесь, где мы можем проводить эти встречи интересные. Зрители ждут, и происходят очень интересные показы. Будут режиссеры сами презентовать свои работы? Да, конечно, каждый день будут приезжать режиссеры, на один день прилетать, утром рано, вечером выступать и на следующее утро улетать. Смысл всего этого проекта еще в том, что сегодня режиссеры потеряли возможности видеть, для кого они делают фильмы. Поэтому интересно приехать, встречаться со зрителями и поговорить. Может, кино не нужно никому такое делать, кому оно интересно и зачем. Поэтому мы привозим в город именно режиссеров, не актеров, которые снимаются в кино, а режиссеров. Тем очень много, и зрители у вас очень хорошие, которые серьезно отзываются, уже есть такая традиция, приходят, задают вопросы. У нас встречи с режиссером происходят после показа фильма. Мы обсуждаем проблемы. Тут две площадки у нас в вашем городе. Это документальная площадка «Арт-Чердак» называется, и кинозал, где на «Арт-Чердаке» документальные фильмы, а «Арт-Чердак» – это премьерные фильмы. Сегодня будет Вера Сторжева приехала со своей новой картиной, завтра новый режиссер и так далее. Все пять дней будут новые режиссеры, молодые режиссеры с новыми фильмами, новыми взглядами на жизнь. Всегда спорные фильмы это, проблемные, вызывают, неравнодушных зрителей оставляют. Ну, посмотрим, как отреагирует красноярская публика. Больше десятка фильмов вы покажете за эти пять дней, до пятницы будут идти показы. Больше ставку делаете на документальные или на игровые? Нет, нет, так говорить нельзя. Нет, потому что залы разные, и поэтому есть возможность, кто хочет в пять вечера прийти посмотреть документальную картину, а в семь вечера остаться на игровую картину, художественную. То есть лимита нет, можно и для картины в день? Да, да, конечно. И все дни можно приходить и смотреть картины. Немного в историю окунемся. Скажите, были ли какие-то пророческие работы, представленные на вашем фестивале? Ну, пророческих не может такого быть. Были другие работы. Были работы, которые помогли решить проблему человека. У нас была несколько лет назад картина «Три дня больше никогда» про военнослужащего, которого приговорили к смертной казни за то, что он расстрелял караул. Вот. Но есть такая комиссия по помилованию при президенте. Посмотрев эту работу, они сказали, вы знаете, парень не совершал такого умышленного преступления, он защищался, он должен был защищаться таким образом. И комиссия по помилованию приняла решение помиловать этого парня благодаря документальной картине, которую увидели. То есть вы успели спасти жизнь человека? Да, так оно и есть. Парень уже вышел на свободу. И таких немного случаев, но не есть. Ну вот, допустим, мы на третий день фестиваля традиционно поедем в колонию. Уже определили строгую колонию, где сидят где-то полторы тысячи заключенных. Будем тоже с ними встречаться, показывать им фильмы. Они такие же зрители и люди. И есть возможность встретиться творческому режиссеру с такой аудиторией. Нам это очень важно. Мы привезли коллекцию фильмов, подарим, чтобы они могли посмотреть. И тоже поговорим, что их волнует, какие фильмы им интересны и что вообще происходит. В Красноярске многие колонии и благодарные зрители, скорее всего. Но у вас еще хорошая УФСИН, организация, которая курирует осужденных в вашем регионе, они очень сразу отозвались. Сказали, мы хотим и будем даже просить сотрудников прийти на показы. Все дело в том, что, я просто объясню, чтобы было понятно, если человеку читать лекцию о правах человека, он заснет через 5 минут и ничего не поймет. А если показать фильм о нарушении прав человека, то это как-то любая конкретная история, показанная в фильме, она помогает зрителю сориентироваться, в чем смысл, какие права нарушаются. И может быть, завтра, идя по улице, не подавать лишний раз нищему денежку, не понимая, что толку от этого никакого не будет. Или какое-то происшествие происходит, как нужно вмешаться, помочь и так далее, и так далее. Фильмы часто помогают людей на хорошие поступки. Ну, вот мы сейчас в очень интересное время живем, не знаю, ну, не выберешь, да, никто нашего согласия на это не спрашивал. Тем не менее, каким должно быть сейчас кино, чтобы вот этому времени соответствовать? Вот какие темы ищет зритель? Нет, ну, зрители ищут разные темы, они неисчерпаемы темы эти. Самое главное, кино не должно врать. Оно должно искренне говорить о том, что происходит, и не быть спекулятивным, не шантажировать зрителей, не провоцировать. То, что сейчас очень популярно в событиях на Украине, когда подтасовываются факты, когда черное-белое выдается, меняется. Потому что кино сейчас так воздействовать может, что человека заставить взять оружие, пойти там защищаться, или наоборот, на кого-то нападать. Поэтому фильмы, всегда мы, когда отбираем фильмы до фестиваля, стараемся все-таки думать о зрителе, который приходит, чтобы он ушел, получивший ответ на тот вопрос, который его интересует. Вы, кстати, я посмотрела вашу биографию, сами родом из Харькова. Следите за событиями? Да. Сохраняете способность работать сейчас? Ну, нормально, нет. Ну, работаем. Даже звоню в Харьков, спрашиваю, они нас, правда, ругают, говорят, что это мы виноваты, потому что происходит. Ну, что делать? Мы им говорим, что нет, вы не правы, пока в изоляции вы не поймете, что происходит. Ну, в общем, они уповают на то, что мы им все должны восстановить, и они будут так же жить на Украине, как и жили раньше. Ну, кстати, фестиваль, например, Кинотавр, который в этом году планировался в России, ну, пока, по предварительным данным, его отменили. И вот, как сказал президент Роднянский этого кинофестиваля, что показ не состоится, и мы сможем вернуться к кинематографу, в том числе, чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами. Тем не менее, вы приняли решение продолжать... Ну, да, нет, Кинотавр состоится, просто придет новая команда. Уже Министерство культуры приняло решение, что фестиваль будет, может, по другим названиям, но деньги на это выделены. И надо продолжать в любых условиях работать, нужно оставаться оптимистом. Ну, а что сейчас, давайте все перекроем, нам не до этого, у нас особое положение, фильмы не показываем, а люди-то должны куда-то ходить. Люди хотят досуг свою как-то пополнять. Сейчас кинотеатры многие закроются, будут придумать, как что делать. Но жизнь продолжается, нужно быть оптимистом, и все нормально. И фестивали будут. Вы знакомитесь в числе жюри, скорее всего, с картинами, которые вы затем везете на фестивали. Скажите, вот герои современных российских фильмов, они по-прежнему живут в Москве? Почему? По всей России, нет. А фильмы-то со всей России, у нас в Москве мало фильмов. Наоборот, чем интересен наш фестиваль, что режиссеры едут в глубинку по всей России, на Дальний Восток, в Сибирь, на Аляску, в Арктику. И снимают там фильмы. Сейчас очень модны фильмы о малых народах, как они живут. Вот Китобой такая картина была очень интересная. И поэтому нет, нет. В этом-то и смысл, что режиссеры находят истории. Истории. Вот эти встречи со зрителем помогают эти истории найти. Часто после встречи, во время показов, зрители говорят, а вот у нас есть такая-то история. Такая-то история. Вот сегодня режиссер Вера Сторожева, которая приехала, мы же не специально знали о том, что сейчас я расскажу. Она говорит, вы знаете, что я состав фильма встречалась в 67-м году. Я говорю, Вера, это целый сюжет фильма, как ты с ним встречалась? А я ехала в троллейбусе в Москве, говорит, и сидела, читала «Рыба-меч» его произведение. Так называется? Нет, не так. «Царь рыба». «Царь рыба», вопрос. Ну, не часто. Да, да, да. «Царь рыба» называется его произведение. Говорит, читала, и там правила для себя в институте, за данный институт заканчивала. Друг, говорит, подошел мужчина сзади, стал через плечо смотреть и говорит, интересно, что это вы читаете? Она сказала, говорит, а что вы правки делаете? Она говорит, ну, я вот то, что мне удобно. Ага. Ну, хорошо, ну вот я писателя ставься, буду теперь знать, что тяжело читать читателям, и немножко попробую упростить свое произведение. Вот такая была встреча в 67-м году. Тоже, вот видите, вот готовый сюжет, чтобы сделать какой-то фильм. Поэтому зрители и вообще люди наши, граждане России, они очень активно общественные. И режиссеры такие же. Поэтому, когда они делают фильмы свои, а зрители приходят смотреть, все понимают, о чем идет речь. А вот отсутствие иностранного кинематографа сейчас как-то скажется на работах российских режиссеров? Или, в принципе, и раньше никакого влияния? Ну, дело в том, что у нас в фестивале ориентировано на российское кино. Хоть мы называемся международный фестиваль, но мы стараемся показывать российские фильмы, то, чтобы поддержать нашего производителя. Зарубежные проблемы, которые существуют в мире, они также есть у нас в стране. Но нам интересно показать наших творчества режиссеров. И поэтому, конечно, плохо, что не будет лучших мировых шедевров. Ну, я думаю, благодаря интернету мы наверстаем эту историю. Давайте еще раз позовем наших красноярцев. Да, вот сейчас покажу такой замечательный буклет. Фонд президентских грантов и фонд Михаила Прохорова, спонсор этого мероприятия. С сегодняшнего дня, сегодня открытие фильма Веры Сторожевой и Марии «Спасти Москву». Все-таки про Москву, да. И 22 апреля будет закрытие фестиваля «Мелодрама», где главную роль играет Павел Прилучный. Ну и программу можно посмотреть и на нашем сайте, кстати, tvk6.ru, и на сайте фестиваля «Сталкер». Ну, пару слов. Дома кино. Да, как говорится, дом кино, встречаемся на «Сталкере». Да, правильно. Сегодня вечером. Очень хороший кинозал у вас. Это вам повезло, что у вас остался такой без попкорна хороший зал, качественный. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Я напомню, директор гильдии кинорежиссеров России, генеральный продюсер фестиваля «Сталкер» был у нас в программе «После новостей». Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!